Этот человек любил устраивать экстравагантные вечеринки и патировать окружающих вызывающим поведением. Его оргии часто сопровождались экстремальной раскрепощенностью, демонстрацией власти и пренебрежением к морали. Он использовал свое положение для манипуляции и контроля, устраивая мероприятия, которые укрепляли его власть. И сейчас речь идет не просто про Пидиди, а про римского императора Каллигулу. Подобно вечеринке, тайной организации, закрытые клубы среди богатых и влиятельных людей, не что-то новое. Этот феномен прослеживался на протяжении практически всей истории человечества. В деле Шона Компса шокирует экстравагантность и извращенный характер вечеринок, а также огромное количество жертв насилия. Кэсси Вентура, бывшая девушка Диди, обвинила продюсера в том, что тот в течение 10 лет использовал свое влияние и власть, чтобы контролировать ее жизнь, подвергать насилию и принуждать к участию в деструктивных действиях. Диди отверг обвинение и дело было быстро урегулировано в несудебном порядке. Однако оно стало толчком для других обвинений в сторону продюсера. Под удар попала многомиллионная бизнес-империя Диди, а также белые вечеринки, которых посещали многие звезды. В этом видео я не просто расскажу о скандале Пи Диди, но и разберу психологию белых вечеринок и попытаюсь понять глубины мотивы тех, кто в ней замешан. Почему звезды попадались на давление Диди, какие методы он использовал, чтобы влиять на окружающих? Почему у богатых и знаменитых возникает потребность участвовать в таких мероприятиях? Давайте начнем. О том, что происходило за закрытыми дверями вечеринок, Диди широкая общественность узнала только сейчас. Однако в публичном поле репутация Комса никогда не была безупречна. Еще в студенческие годы Комс нередко устраивал вечеринки. Уже тогда это были не просто небольшие тусовки для узкого круга друзей, а массовые мероприятия, некоторые из которых собирали до тысячи участников. В 1991 году Комс организовал вечеринку по соблаготворительной баскетбольной игре. Мероприятие было переполнено людьми и произошла давка, в которой погибли 9 человек. В 90-е годы Диди начал развивать продюсерскую и музыкальную карьеру. Успех не заставил себя долго ждать. Но его путь сопровождался скандальным и агрессивным поведением. Вот только лишь несколько наиболее ярких примеров. В 1999 году Комс и Дженнифер Лопес отдыхали в клубе, когда началась стрельба, в которой пострадало три человека. Комс и Лопес скрылись с места происшествия. После полицейского расследования у Пидиди в автомобиле нашли похищенное огнестрельное оружие, за что он был арестован. Но позже обвинения были сняты. В 2003 году Кирк Бироус, учредитель лейбла Диди, подал суд на Комса, утверждая, что тот заставил его отказаться от своих акций в Bad Boys Records, угрожая избиением. В 2006 году дело было прекращено, так как истек срок исковой давности. В 2007 году известный в США игрок в покер Джерард Рихницер подал суд на Комса за нанесение побоев. По заявлениям Рихницера, Комс напал на него возле ночного клуба. Продюсер урегулировал иск на нераскрытых условиях. Скандалы, связанные с незаконным хранением оружия, нанесением побоев, жестоким обращением с людьми, сопровождали Комса почти всю его карьеру. Но вот что интересно. Каждый раз он каким-то образом заминал скандал и уходил из него практически сухим из воды, либо с минимальным наказанием. От правосудия не удалось скрыться только сейчас, когда появились сериальные и неопровержимые доказательства его вины. Как ему это удавалось? Что помогало ему долгие годы сохранить карьеру и удачно скрывать скелеты в шкафу? Как бы мы сейчас не относились к Диде, нельзя отрицать, что он обладает определенной харизмой, а также способностью объединять людей вокруг себя, заводить полезные контакты и самим быть этим полезным контактом. Многие артисты обязаны Диде карьеры, так как именно он занимался их продвижением. Эта харизма, а также влияние в музыкальной индустрии, которую Диде зарабатывал годами, привели его в ситуацию, где он обладает большой властью. Он решает, кто станет богатым и знаменитым, а кто останется на задворках шоу-бизнеса. Он сделал большой вклад в популяризацию хип-хопа и рэпа в нулевых. Если на горизонте появлялись потенциальные звезды этого жанра, скорее всего, чтобы добиться успеха, им надо было контактировать именно с Диде. Диде стал одной из топовых фигур музыкальной индустрии, влиятельной фигурой, которая могла определять судьбу других в шоу-бизнесе. Его статус влиятельной фигуры дал ему возможность создать ощущение неприкосновенности и могущественности. На счету Диде огромное количество жертв, которые обвиняют его в сексуализированном насилии. Из обнародованного обвинительного заключения следует, что продюсер не только совершал акты насилия сам, но и занимался торговлей людьми для сексуальной эксплуатации. За 10 лет жертвами стали 120 человек, многие из которых на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Сейчас изучается еще 100 потенциальных исков против Диди. И это все напоминает эффект Вайнштейна, феномен массовых публичных обвинений в сексуальных домогательствах и нападениях среди звезд. Если бы жертвы могли рассказать о преступлении сразу, возможно, Диде настигла бы наказание гораздо раньше. К тому же жертв действительно много, и судебная система не смогла бы проигнорировать большое количество исков. Но жертвы высказываются только сейчас, спустя много лет. Почему они молчали раньше? Как и в случае Вайнштейна, жертвы Диде решили высказаться публично и коллективно именно сейчас, так как для этого есть мощная платформа — социальные сети. Они дали возможность беспрепятственно рассказать о своем опыте и получить эмоциональную поддержку и поощрение, которых не существовало раньше. И, конечно, нельзя игнорировать тот факт, что в 90-е и начало двухтысячных многие конфликты люди решали с помощью оружия. Жертвы не чувствовали себя защищенными и находились в постоянном страхе за свою жизнь. Методы влияния на тех, кто пострадал от действий Компса, нельзя назвать изящными или изощренными. Но в сочетании эти методы состоят довольно прочную броню, которой трудно противостоять. Давайте смотреть правде в глаза. О мире бизнеса многое решает денег. В семнадцатом году Синди Руэлла, которая ранее работала личным поваром Компса, подала иск против продюсера высший суд, заявив среди прочего о сексуальных домогательствах. Иск был урегулирован за нераскрытую сумму. Во многих случаях Компс просто покупал умолчание своих жертв. И это неудивительно. У него есть для этого все ресурсы. Но возникает вопрос. Почему жертвы на это соглашались? И почему многие звезды хранили секреты Диди? Жертвы могут опасаться публичного позора, особенно если случай может разрушить их личную жизнь и профессиональную карьеру. Несмотря на унижение, жертвой руководит страх огласки и желание продолжать свою жизнь. Более того, судебные разбирательства могут тянуться годами, что делает их изнуряющими. Это приводит к эмоциональному истощению. Жертве насилия, скорее всего, не хочется возвращаться к травматичному опыту. И поэтому, чтобы избежать повторного проживания этих событий, они могут предпочтить закрыть вопрос и двигаться дальше. Джастин Бибер, который познакомился с Педиди в возрасте 15 лет, сейчас никак не хочет комментировать ситуацию и возвращаться к травмирующим событиям. Вдобавок ко всему, у жертвы не всегда есть ресурсы для борьбы. Жертва просто теряет силу в схватке с могущественной фигурой шоу-бизнеса, которая располагает большими ресурсами для победы. Вечеринки Педиди устраивал довольно часто. Что же это говорит о нем самом? Давайте разберемся. В его поведении можно заметить нарциссические черты личности. На эту тему уже есть отдельный ролик, поэтому я остановлюсь лишь на тех чертах, которые можно проследить через его медийный образ. Очевидно, Педиди купается в постоянном внимании, привлекая его через музыку, одежду, мероприятия и награды. У него, как у главного организатора вечеринок, создается ореол влиятельности и недоступности. Если нарцисса погружены в фантазии о неограниченном успехе, богатстве и власти, то Диди реализует эти фантазии самым экстравагантным образом. Вполне возможно, за много лет у самого Диди могло сложиться ощущение собственной неприкосновенности и безнаказанности. Это ведет к тому, что у Диди складывается грандиозное видение самого себя как могущественной фигуры, которая решает судьбы других, распоряжается чужой жизнью, уходит от наказаний, имеет деньги, славу, влияние, окружает себя только теми, кого хочет видеть рядом с собой. Как мы уже с вами убедились, Компс и до этого мог замять скандал, откупиться от обвинений и жить дальше. Поэтому ему может казаться, что так произойдет и в этот раз. Это объясняет тот факт, что продюсер до сих пор отрицает обвинения. Он может просто не осознавать, что причинил вред многим людям, либо убедить себя в том, что его действия не были разрушительными. Это, в свою очередь, ведет к оторванности от реальности. Потребность нарциссов в постоянном восхищении и признании приводит к выборочному восприятию событий, которое подкрепляет их эгоцентричный взгляд на мир и отрицает аспекты, не соответствующие их представлениям. Организация вечеринок — это эгоцентрическая потребность Компса в превосходстве, ощущении контроля и восхищении окружающим. Почему у людей, как Шон Компс, может возникать желание устраивать подобные грандиозные, экстравагантные и порой аморальные мероприятия? Мы, с одной стороны, с вами разобрались, но и копнем еще глубже. У людей с властью и деньгами часто появляется потребность устраивать скандальные вечеринки, потому что они стремятся к ощущениям, которые выходят за рамки обыденности. Это снова связано с чувством пресыщения. Когда доступ к обычным удовольствиям становится легким, возникает желание испытать экстремальные эмоции. Поиск острых ощущений уже можно рассматривать как зависимость. Каждый раз ставки нужно повышать, чтобы получить чувство краткосрочного удовлетворения. Не секрет, что связи, особенно в мире шоу-бизнеса, решают многое. И чтобы заручиться поддержкой других участников игры, жертвы вынуждены согласиться с ее условиями. Это даже может напоминать некую секту, закрытая сообществом, куда могут попасть только избранные. Любому человеку, как социальному существу, важно ощущение причастности к какой-то группе. В свою очередь, причастность комьюнити дает ощущение особенности, избранности, даже элитарности. По этому же принципу можно объяснить, почему, например, у Елены Балиновской, несмотря на все скандалы и разоблачения, даже до сих пор остается множество последователей. Фанаты Балиновской ощущают себя избранными людьми, которые действительно понимают, о чем говорит фея желаний, в отличие от тех, кто находится вне сообщества. В каком-то смысле каждый из нас является членом какого-то закрытого сообщества, внутри которого свои правила и свои порядки. Это может быть даже рабочий коллектив, группа по увлечениям, круг друзей и даже семья. Нарушение спаривания установленных правил внутри группы может привести к изоляции, которой человек по своей природе опасается. Думаю, многим знакома ситуация, когда вы решаете перестать общаться с одним токсичным родственником, а в итоге это приводит к отдалению от семьи в целом. Так же и в случае с Педиди. Потеря контакта с продюсером могла означать изгнание из круга влияния и мира музыки. Жертвы могли продолжать посещать вечеринки, чтобы не выпасть из мира шоу-бизнеса, а звезды, чтобы оставаться внутри круга приближенных детей. Известно, что многие люди посещали вечеринки по принуждению. Тем не менее, вполне справедливо утверждать, что многие приходили из меркантильных интересов. Только крайне сильные личности со стойкими убеждениями и принципами, как, например, Эминем, не боящейся изоляции, могли отказаться от участия в вечеринках и посвящения в круг избранных компса. Давайте подумаем, что же мы имеем. Манипуляция, шантаж, деньги за молчание, образ жизни закрытого сообщества помогали компсу не только развивать карьеру, но и утаивать от общественности пугающие секреты. Но здесь есть еще кое-что. Звезды могли посещать белые вечеринки не только, чтобы удовлетворить свою потребность причастности. Членами различных закрытых сообществ, как правило, являются политики, музыканты, спортсмены, актеры. Список дальше можете продолжить сами. Знаменитые люди – это так называемая элита, высшее общество, замкнутый круг людей с высоким уровнем богатства и социального статуса. По сути, эти люди уже являются закрытой и недоступной для большинства группой. Однако, постоянно находясь в подобном окружении, люди могут терять ощущение своей элитарности. Простыми словами, это можно назвать пресыщением. В этот момент и возникает потребность стать частью какого-то закрытого клуба. Это можно назвать элитарностью внутри элитарности. В этом смысле вечеринки Диди – не что-то уникальное. Даже обретая звездный статус, люди хотят чувствовать себя важными, значимыми и причастными к влиятельному коллективу. Такие мероприятия также могут служить попыткой заполнить внутреннюю пустоту. Экстравагантные вечеринки могут временно давать человеку ощущение значимости, признания и эмоциональной стимуляции. Для тех, кто страдает от чувства одиночества или отсутствия глубокой связи с другими, такие действия позволяют, ну что называется, окружить себя людьми и создать иллюзию полноты жизни. Римский император устраивал роскошные пиры и празднества, чтобы отвлечься от внутреннего недовольства и своей неуверенности. Вопрос к вам. Хотелось ли бы вам посетить вечеринку Диди, зная о том, что там будет происходить? В целом, многие люди любят ходить на обычные, в самом простом понимании этого слова, вечеринки. Это дает возможность пообщаться и завести новые знакомства, контакты, отвлечься от повседневной рутины и получить новый опыт, но отдохнуть в конце концов. Но вечеринки Диди приобретают совершенно другой масштаб. Вечеринка и то, что на ней происходит, это некий ритуал. Для тех, кто давно является их участниками, это подтверждение власти и влияния. Для тех, кто туда только попал, это ритуал инициации, посвящения в круг избранных. Ритуалы могут укреплять социальные связи, способствовать ощущению принадлежности группе и обеспечивать эмоциональную поддержку. Они также могут служить способом выражения идентичности и культуры. Известно, что многие люди, попавшие на белые вечеринки, были шокированы происходящим и не ожидали, что могло происходить нечто подобное. Этот фактор мог служить своего рода проверкой на прочность. На что гость готов ради славы, популярности и звездных знакомств. Исследования показывают, что люди, которые совершали ненормальные сексуальные акты, часто хотят доминировать или контролировать больше, чем просто удовлетворить сексуальные потребности и желания. В случаях, связанных со знаменитыми, статусы богатства могут усиливать это поведение, так как такие люди чувствуют себя защищенными от последствий. У Педиди могла быть уверенность, что благодаря его влиянию ему удастся избежать ответственности или хотя бы манипулировать другими. Осенью 2024 года стало известно, что старший сын Компса, Кристиан, на почве подстрекательства отца изнасиловал девушку по имени Грейс О. Марки. Причем использовалась та же схема, что и на вечеринках. Девушку пытались напоить, а когда она начала оказывать сопротивление, ее изнасиловали. Педиди сделал все возможное, чтобы искрить преступление, но девушка все равно подала иск в суд. Это говорит о том, что сын копирует поведение отца. Если Педиди не совершал тех ужасных преступлений, в которых его обвиняют, то почему возникает вопрос, его сын ведет себя схожим образом. Говорят, что власть и деньги портят людей, но дело не только в них. Власть и деньги ведут к ощущению безнаказанности, и оно может изменить человека до неузнаваемости и пробудить худшие качества. Дело Педиди настолько масштабное и ужасающее, что даже выглядит несколько сюрреалистично. Трудно поверить, что такие страшные вещи могли происходить на протяжении многих лет, и этого никто не замечал. Однако, дело Компса не полностью отходит от обычной жизни. Когда мы слышим слово власть, нам может казаться, что речь идет о политиках или олигархах. Между тем, власть — это феномен, с которым мы сталкиваемся почти каждый день, если общаемся с людьми, но в более приземленных формах, чем у Педиди. Мы проявляем властность и сталкиваемся с ее проявлением в нашу сторону. Механизмы влияния Диди на свое окружение похожи на механизмы, которые люди, обладающие определенной властью и влиянием, могут использовать против нас. Это даже можно свести к некой формуле, которая состоит из нескольких этапов. Сейчас я о ней расскажу. На начальном этапе влиятельный человек может завоевывать доверие и расположение своей харизмы или статуса. Это может происходить через внимание, поддержку или обещание выгод, что вызывает у жертвы чувство благодарности и зависимости от такого человека. В обычной жизни мы часто можем ощущать обязательство отплатить за оказанную со стороны влиятельной фигуры услугу. Следующим этапом становится создание неравных отношений, где влиятельный человек в той или иной степени постепенно захватывает контроль. Это может быть как финансовый контроль, так и эмоциональная или социальная зависимость. Например, человек начинает ощущать, что его успех или социальное положение напрямую зависит от благосклонности этой фигуры. Далее влиятельный человек постепенно и незаметно вторгается в личные границы потенциальной жертвы через внедрение мелких, малозначительных просьб или требований, которые поначалу могут казаться безобидными, но постепенно становятся все более навязчивыми. В обычной жизни это проявляется, например, в невозможности отказать другому из-за страха ухудшения или потери отношений. И после этого контроль влиятельного человека лишь усиливается. Он может изолировать жертву от ее социального круга друзей или семьи, либо убедить ее, что они не понимают сложившуюся ситуацию. Это может происходить через страх потерять что-то важное, будь это работа, отношения или стадо. Жертва начинает полагаться на влиятельного человека как на единственный источник правды, становясь более уязвимой к его требованиям и ожиданиям. Затем манипуляции через страх только накаляются. На этом этапе влиятельный человек может применять прямые манипуляции или угрозы для усиления контроля. Физическое насилие, шантаж, эмоциональный прессинг, который заставляет жертву действовать против в своей воле. Это страх потерять что-то важное, что может разрушить жизнь, заставляя человека соглашаться на условия, которые ранее казались ему неприемлемыми. Жертвы педизи сообщали о прямых угрозах и контроле со стороны продюсера, что приводило их к продолжению насилия и ситуации принуждения. Наконец, на финальном этапе жертва полностью теряет контроль над своей жизнью и свою независимость. Личные становятся подавлены и действуют в интересах манипулятора, забывая о собственных желаниях и потребностях. Это состояние приводит к глубокой зависимости, где жертва может не осознавать степень своего подчинения. Она действует в условиях, где решения принимаются не на основе собственных интересов, а под давлением влиятельной фигуры. Скандал с педизи заставляет задуматься о том, что и в нашей жизни есть люди, которые стремятся получить над нами власть и подавить личность. Мы можем попадать в психологические ловушки, из которых трудно выбраться. Их сложно отследить, так как первые этапы проявления власти проходят незаметно. Постепенно человек начинает терять уверенность в себе, становится зависимым от внешних оценок и указаний. Перестает, в конце концов, критически оценивать ситуацию. Поэтому легко, конечно, сказать, что важно всегда быть на чеху, защищать свои границы, уметь говорить «нет» и не позволять другим самоотверждаться за свой счет. Но нужно постараться. Суд над Компсом назначен на мае 2025 года. До этого времени он будет находиться под стражей. Скорее всего, за это время мы услышим о еще более скандальных случаях в его биографии. Более того, разоблачение Компса может потянуть за собой разоблачение других знаменитостей и влиятельных людей, которые совершают ужасные вещи до сих пор за закрытыми дверями. Скандальный арест богатейшего рэпера уже отразился на имидже многих селебридей. Но проблема никуда не исчезла. Если кто-то высказывается против богатых и влиятельных людей, это не разрушает их жизнь, а разрушает жизнь тех, кто высказался. Компс, можно сказать, Хайзенберг от мира музыкальной индустрии. Он создал империю, которая обогатела и прославила одних, но разрушила жизни других и нанесла непоправимую травму. И вероятно, он был не один, и ему помогали другие влиятельные люди, имена которых мы пока не знаем. Возможно, кто-то еще более влиятельный стоит за этим, но пока этому доказательств нет, и это только гипотеза. Сейчас мы живем в эпоху, когда многие тайны подробностей личной жизни, знаменитостей становятся явью и шокируют. Это лишний раз подчеркивает, что не стоит смотреть на известных людей, как на небожители и талоны, даже если они считают себя таковыми. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться и быть на шаг впереди, и следите за тем, с кем вы общаетесь, и какое влияние человек может оказывать на вас. Следите за своим чувством комфорта. Если чувствуете, что что-то не так, включите свой внутренний компас. Скоро увидимся.